так продолжаем движение москва краснодар 4 серия в этой серии тоже будут вставки так что можете не пропустить и второй значит протестирован вновь datacamp 6 макс на маршруте москва саранск должен сказать что datacamp показал себя замечательно не битых и других не битых файлов и других проблем не было но предварительно я провел глубокую глубокое форматирование медленное форматирование думаю что на маршруте москва краснодар проблема была вот именно в карте памяти продолжаем движение трасса м4 маршрут москва краснодар значит впереди по переди по трассе находится населенный пункт рогачевка краткая история село основана на развилке дорог с виду напоминающие крестьянскую рогатину получила название рогачевка благодаря сохранившимся документам 1780 года известно что в это время на месте будущей рогачевской рогачевки располагались два небольших крестьянских хутора историки утверждают что образовалась рогачевка в районе 1830 года когда на эти земли по берегам реки темблык стали переселяться османские крестьяне место назвали рогачевка никольская спустя 20 лет стоял уже двести три двора двести три двора в 1846 году в селе была построена метрофановская каменная церковь крестьяне обрабатывали земли сели рожь овес проса некоторые жители занимались ямщицким делом земли где теперь расположено рогачевское сельское поселение принадлежала принадлежали помещицы белостоковой в рогачевке никольском изготавливали кирпич сырье для которого добывали длинном карьере в районе села работал здесь также маслобойный завод было несколько мельниц 1923 году в начале 20 начали начали за что в рогачевке ее окрестностях часто бывал писатель и андрей платонов в то время губернский миллиоратор под его руководством и непосредственном участие 1924 году в селе была построена электростанция ее торжественное открытие состоялась в октябре этого же года в августе 25-го электростанции и работавшие на нем медницы сгорели в результате кулацкого поджога кроме того в расположенном недалеко от рогачеве сахоза спартак платоновым был было устроено поливное хозяйство производили лось машинное орошение старого сада позднее эти события были рас были положены писательным в основу рассказы о потокшей лампе ильича в июне 1925 года платонов показывал совхоз спартак шкловского прилетевшего в россии с гид перелетом авиахима живописная зарисовка орошаемого сада нашла книгу шкловского третья фабрика во время великой отечественной войны боев на территории села не велось здесь была прифронтовая территория с несколькими госпиталями в рогачевке имеется братское захоронение солдат погибших 42 году в селе сохранились несколько старых зданий которые теперь внесены в реестр историко-культурного наследия воронежа это земская школа и земская больница построена в рогачевке начале 20 века известные жители попов инициалы не знаю попов л и герой советского союза его именем названа в рогачевке новая улица так далее будет короткая остановка кодияров стан это кафе значит отзывы об этом кафе значит написала ирина пишет симпатичный интерьер есть место для прогулки с детьми стоянка под автомобиль бесплатный туалет в кафе обслуживание официантки недостатки готовит отвратительно как дешевые столовки мини зоопарк могли бы сделать более доступным по цене для туристов с детьми обедали с мужем в этом кафе много машин останавливается с детьми кормят безобразно брали говяжий гуляш я на гарнир взяла рис муж муж пюре картошку едва салаты из капусты гуляш в жирной подливки после которого была изжога пюре мяли наверное вилкой а в кусках слившегося переваренного риса отдельный шедевр половина еды на тарелке кипяток половина холодная так ладно аранд написал просторная территория замечательные замечательные деревенские скульптуры отвратительная кухня концлагерь для животных заехали перекусить летом 2018 года по дороге на юг место симпатичное есть возможность погулять по территории небольшая детская площадка кафе на уровне советской столовки я не взял ничего дочка села пирожок зоопарк несколько тесных грязных клеток в которых под открытым солнцем медленно загибаются звери на территории симпатичные деревянные фигуры по мотивам русских сказок резюме заехать перекусить погулять ну тут еще много разных отзывов я все читать не буду наверное кстати ребятам тоже не очень понравилось на пропитание осликом положение определено там он какой-то огромный этот там ослики наверно и там вода и кто-то блюхает в воде люди купаются что леса пойдем походим поснимаем привет белка ты 1 нет вам 2 вылезла из этого из дерева из дупла а игривая наверное это там сидит домик белоснежки домик гельчитай да служебный проход служебный проход тут не павлины и куропатки как до белочек уже видели а сколько их там штук вот дитя наверное игривая да так а здесь осторожно я могу укусить а вот здесь не подскажете кто вот здесь кто не знаете а вон сзади кто спряталась да а это как водоплавающие не знаю кто это морж тюлень не может кто это котик как их называют выдра да что-то он мерзнет дрожит весь ну ладно да пойдем дальше и надо видная собака и но у меня юлька енотов обожаю поздоровайся да ну вас здоровый о выходил решил почтить нас своим присутствием от отъевшийся какой вот я наоборот чтобы это чтобы сетку не было видно так служебный проход туда нельзя там дома строят а вот павлины завод зайца зивой зивов ты какие кролики такие белые пушистые красные глаза привет дай пальчик будет дай тебе привет ну все пока пойдем дальше здесь кто здесь вот распуши свой хвост вот он еще и давай давай покажи какой-то кто ты кто хозяин здесь есть а вот и вот курицы вон там сзади за забором до лошади ослики понятно внутри где вы вот вы внутри видно не видно не знаю глаз не видно совсем жует раз-два-две штуки лиса лиса эй лисичка только залезло да не какой спит он глаза открытые все прячутся не хотят ну ладно сиди там сейчас уйдем вылезет еще прикинь лисус кролика посадили рядом еда бегает живая привет так здесь курочка бегает не перепелки не перепелки меньше наверно он индюки и сзади или рябчик а вон там остыки вдали ой верблюд есть верблюд ослы лошади утки что ж нормально такое местечко здесь ну ладно пойдем кушать администрация для детей батут город кроликов там кудияров стан а баня а нормально мне послушалась баня а а а а а а ой это наша уже готова нормально мы так это гуляли так продолжаем движение дальше с левой стороны по ходу село Каширское вот что о нем написано в википедии Каширский район административно-территориальная единица и муниципальное образование входит в Воронежскую область история территория современного Каширского района лишь в конце 16 века стала входить в состав российского государства в результате острой борьбы с татарскими набегами заселение края затянулось на столетия основная масса населения в тот период это служилые люди стрельцы и казаки крестьянское хозяйство было крайне мало а в некоторых уездах крестьянское население отсутствовало вообще в результате этого на вновь присоединенных землях стали образовываться так называемые ухажения ухажения называются определенные разграниченные участки территории включающие в себя земли вдоль бассейна какой-либо реки в 1625 году царь Михаил Романов откликнувшись на просьбу монахинь пожаловал ухожий Воронежскому Покровскому женскому монастырю в 1764 году указом Екатерины II в результате спекуляции в России было частично ликвидировано церковное и монастырское землевладение бывшие монастырские крестьяне становились государственными и получали наименование экономических крестьян в 1870 году на территории нынешнего Каширского района проложена железная дорога Воронеж-Ростов-на-Дону также была открыта железнодорожная станция Олень-Колодецд так названная по сложившейся традиции по названию ближайшего села в 1915 году в Леворосошанской волосе начал работать временный противоэпидемический врачебно-наблюдательный пункт первоначально Каширский район был образован в мае 1939 года в результате разокрупнения Леворосошанского района с 1936 года по 1959 год район был самостоятельной территориальной административной единицей население района на семнадцатый год составило 24 тысячи пять человек послушаем что говорят в салоне там музыка играет блин как она мне достала эта музыка получается в этой музыке записывайте в памяти чтобы осталось в этой спорте в этой спорте в этой спорте почти три Там музыка, я говорю, не знаю, так. Можайская. Можайская. Прямо по ходу Вожайская. В Википедии об этом сказано. Можайское село Каширского района Воронежской области. История. Поселения на месте современного села Можайское на правом берегу реки Красное были основаны около 1770 года бывшими монастырскими крестьянами. переведенными сюда из-под Москвы и из Можайского уезда. В 1788-1789 год в Можайском построена деревянная казанская церковь. В 1900 году в селе имелось одно общественное здание, церковно-приходская школа. Люди села Жуков Савелий Григорьевич погиб в ходе боевых действий 295 стрелкового полка 183 стрелковой дивизии при освобождении Тернопольской области. Так, имеется раз, два, три, четыре, пять, шесть улиц. Ну вот такое небольшое село. Так, справа по ходу движения села Старина Данкова. Очень много населенных пунктов. Рождествено, Добрино, Нижнемарина. Также Тресоруково село, Почепское, Вознесеновка, Ермоловка. Давыдовка. Это с правой стороны по ходу движения. С левой стороны Верхний Икорец. Давайте посмотрим, что из себя представляет в Википедии Верхний Икорец. В Википедии об Верхнем Икорце вот что написано. Население в 2010 году составило 1155 человек. Улицы 1 Мая, Борьбы, Калинина, Карла Маркса, Красная, Ленинская набережная, Парижская коммуна. История. В 1686 году во время правления царевны Софии по реке Ирец на месте бывших временных поселений построены Слободокрепости. В первоначально три поселка на речке Икорец назывались просто Икорецкими селами. Потом они подразделились на Верхний, Средний и Нижний Икорец. В 1699 году по указу Петра вскоре после Азовских походов дворянин Бехтеев заселял сходцами Витюгские и Икорецкие степи. Был также издан указ о разрешении выходцам из разных мест селиться на свободных землях. На указ откликнулось множество людей из Ярославского, Костромского и других северных уездов России. В 1708 году в Икорецкое село пришли булавинцы, и многие икорецкие христиане ушли с ними. В 1709 году царь Петр I издает указ о проведении переписи жителей земли, покосов и других угодий. В 1746 году в селе было уже 77 дворов. В 1792 году в Верхнем Икорце была поставлена каменная церковь. В 1933 году в селе проживало 7830 человек. В селе располагалось три школы. Были еще школы и в поселке Заречный Нескучный Копани. Имеется также сыроваренный завод, дающий 320 тонн продукции в год. В 1905 году в селе Верхний Икорец земство начало строить три школы. В центре села на Федоровке и на Крыловке. В 1906 году строительство закончилось. Уроженцы села Яблочкин Дмитрий Михайлович, герой Советского Союза. Вот такая информация в Википедии о Верхнем Икорце. Слева по ходу движения будет поворот впереди на город Бобров. В Википедии о Боброве такая информация. Бобров. Город с 1779 года в Воронежской области России. Население 20 460 человек по состоянию на 2018 год. История. На берегу реки Битюк, там где позже вырос город, в документе 1685 года упоминается Бобровский откупной юрт. Название связано с существованием в этом месте Бобровского промысла. В 1707 году был построен Сударев двор с бойницами и тремя башнями. Так, ну тут очень много написано, просто не успею я уложиться в две с половиной минуты. Поэтому экономика. Сыр завод, маслозавод, маслобойный завод, два асфальтовых завода, мясо птицекомбинат основан в 1951 году. Из-за общего упадка промышленности закрылся в 2001 году. В 2003 году был выкуплен и далее в 2003-2006 годах проверена реконструкция производственных площадей и полное переоборудование под мясокомбинат. В настоящее время выпускают мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия. На территории предприятия работают более 400 человек. Также хлебзавод, фабрика музыкальных инструментов, птицефабрика, птицепром Бобровский, хранилище и переработка зерна, завод Геркулес. В Бобровске действуют 7 детских садов, 3 школы полного среднего образования, 2 специальных школы-интерната, Бобровская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей и Бобровская школа-интернат для детей с отклонениями в развитии. Против училища номер 43, Воронежское областное училище культуры, учреждение дополнительного образования, детская и юношеская спортивная школа, Ледовый дворец, имени Вячеслава Фетисова, детская школа искусств. Вот такая краткая информация, более подробно в Википедии. Справа по ходу движения, эскаватка. В Википедии об этом сказано. Население в 2010 году составило 448 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть улиц. Так, и все что ли? Песковатка, село в Бобровском районе, Воронежской области. Поселение, я сказал. Ну, вот такая вот короткая информация об этом селе. Рядом с песковаткой проходит железнодорожная ветка. С левой стороны далеко. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Населенные пункты Азовка, Ясенки и Никола Варваренко. Я уже говорил в начале этой серии, что протестирован Датакам 6 Макс на трассе Москва-Саранск. Отлично отработала машинка. Я имею ввиду регистратор. И, значит, вслед за вот этим сериалом Москва-Тростодар в Краснодар буду размещать Москва-Саранск через город Рязань. Так, к этому времени поступило сообщение от Владимира Евдокимова на краях Гелова-Путника из Владивостока будет видео. Путник, азовесь, где потерялся народ интересуется, будет видео или нет? Да, я думаю, будет, конечно. Наверное, после этого маршрута немножко отходит. Думаю, будет, конечно, видео. Будем ждать. Так, с левой стороны походу Никола Варваренко. Пока посмотрим Никола Варваренко. Чтобы его в Википедии написано, что это село Бобровского района Воронежской области. Население 956 человек на 2010 год. Улицы Дорожная, Микрорайон, Нагорная, Речная, Свобода, Советская, Солнечная. Вот такая информация о Никола Варваренке, которая, как я уже сказал, с левой стороны по ходу движения. Потом идет с левой стороны опять-таки Пчелиновка и Мечетка. С правой стороны Щучье. Село Щучье. Так, с левой стороны город Лиски. Сейчас прочитаю о нем информацию. Город Лиски с 1937 года. Лискинский район Воронежской области. Климат и все, что ли? Так, история. В 1571 году на месте юго-западной части города на берегу озера Богатое основывается сторожевой пост Богатый Затон. В 1787 году на это место на месте этого поселения образуется Новая Покровка. В 1870 году рядом с селом Новая Покровка построена железнодорожная станция Лиски, названная по правобережному селу. Первоначально проектом станции была предусмотрена именно на правом берегу, но ее строительство там оказалось невозможным из-за рельефа. В середине 1880 года в станционном поселке насчиталось 9 домов и 410 жителей, которые в основном были связаны с железнодорожным транспортом. В 1928 году с станционным поселком объединяется село Новопокровское и преобразуется в рабочий поселок центр Лискинского района. В годы Великой Отечественной войны в ходе ожесточенных боев немецкие войска 6 июля 42 года были остановлены на правом берегу Дона напротив Лисок. В 1943 году город переименован в Лиски. В 1965 его переименовывают Георгия Деш по фамилии деятелем румынской компартии. Задолбали своими переименованиями коммунисты. 54 184 человека по переписи 2017 года. Промышленность производства деталей трубопроводов производства металлоконструкций резервуаров строительные заводы спец железобетон Лискинский кирпичный завод Лискин Лискин газ газосиликат ООО ЖБК пищевая промышленность Лискинский филиал М3 Югрусь Лиски сахар Лиски бройлер Лискинский городской молочный завод Маяк производства говядины и ООО производства молока прочие ГСК Богатырь Росрезерв Лискинский ТЭЦ ООО Трава Внутри Воронеж речной порт предприятия железнодорожного транспорта очень много информации в Википедии познакомьтесь более подробно слева по ходу Липовка Липовке мало написано Липовка село в Бобровском районе Воронежской области России Население в 2018 году составило 661 человек Улицы 70 октября Зержинская Колхозная Кольцовая Комсомольская Кооперативная Красноармейская Вот все что сказано о Липовке Далее Далее идет Шестакова Шестакова Воронежская Воронежская область Информация Информация Это село Бобровском районе Воронежской области Население в 2017 году население по переписи 2010 составило 1917 человек Село основано в 1701 году Первая деревянная церковь Рождества Богородицы в селе была построена в 705 В селе действует одна школа Шестаковская среднепрозавательная школа отделения Сбербанка почтовое отделение ООО Стивенсон Спутник ООО Племзавод Ангуз Шестакова Храм Рождества Богородицы Ну вот такая информация Значит проверил я свой аппарат Люкс Стайл 5 из 25 из 20 литров получилось 2 литра спирта крепости 85 градусов и осталась там какая-то фигня В общем сейчас разбавил и поставил в холодильник для эксперимента замерзнет или нет Ну а по результатам наверное в следующей серии расскажу более подробно Так что у нас еще там дальше есть Много очень много маленьких и информация очень скупая поэтому вот сейчас попробую найти Лосева забиваю Лосева и нам Википедия сообщает что Лосево это село в Павловском районе Воронежской области административный центр Лосевского сельского поселения История Село основано в 1697 году за Днепровскими казаками 800 семей приехали по приглашению острогожского полковника Булварта сначала его называли Витюхская Слобода в 1710 году было переименовано в Лосево в честь первого управляющего Петра Лосева В конце 19 века село является центром Лосевской волости сельское хозяйство Селе имеется предприятие Лосевский завод металлист Лосево ремонт техника работает рыболовическое Заводонобитюкский рыбак имеется сельскохозяйственное предприятие в Лосево много магазинов кафе есть большой круглосуточный рынок для проезжающих по ростовской трассе М4 можно купить вкусные большие пирожки блинчики с различными начинками чай кофе в павильонах есть продукты запчасти для автомобилей в Лосево предпочитают останавливаться дальнобойщики для них есть специальные стоянки но я останавливался в Лосево неоднократно на ночевку на самом деле если у кого есть радиостанция будет то очень много информации полезной можно будет почерпнуть в эфире 15 канала и по мобильной связи и по продуктам все что угодно стоянка была бесплатная так перепись населения в семнадцатом году составило 4398 человек в городе в поселке значит 32 улицы называть все не буду так проспект революции это название трассы М4 в пределах села так что если будете ехать вам навигатор покажет что вы двигаетесь по проспекту революции это значит трасса М4 вот такое имеет название на этом участке известные люди Федор Павлович Веслевский герой Советского Союза уроженкой села является знаменитая советская волейболистка олимпийская чемпиона Ирина Макогонова девичья колодяжная село сплавится в расположении между родинами двух святых Анны Тверской и Сергея Краснодарского ну вот такая вот краткая информация о селе Лосево ну про Лосево можно много что рассказать там неоднократно говорю останавливался и зимой зимой в основном летом не останавливался проезжал мимо оно мне чем-то напоминает на на Урале вот этот Горбачева там и кафе и гостиницы и ну практически любой вопрос любую любую проблему которая может возникнуть на трассе что там что вот здесь в Лосево это можно решить одномоментно без особых проблем скажем так все все вот эти услуги оказываются на подъезде Клосево в самом поселке ну в поселке на трассе никого никого ничего практически нет так ты что сколько едешь сколько просыпаться 45 метод 45 я там дорогу не знаю вообще не знаю что не знаю что а если что будет так кто писать за начало поход Рассказывать А? Проберешься отлить Ха-ха-ха Или на свадьбу Молодой компьютер Ай! 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 Надо немножко ускориться Что нет Високи Ха-ха-ха Ну голову надо лучше Взять Это Вот 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 Впереди далеко Впереди Маячит Павловск Сейчас попробую найти Что-нибудь Про этот город Ну вот Пока Двигаемся В сторону Павловска Я начну Читать информацию Павловск До 1711 года Осиред Город в России Административный центр Павловского района Воронежской области До 1711 Повторяю Осиред Город Расположен На левом берегу Дона При впадении Реки Осирель В 156 Км От Воронежа Недалеко От города Располагается Корабельная Роща Шипова Дубрава Автодорога М4 Проходит непосредственно Через город Вне города Ширина дороги 1,1 Внутри города 2,2 В общем По две полосы В каждую сторону В настоящее время Ведется строительство Объездного участка Трассы М4 В обход Города Павловска И села Лосево Которое Завершится В 2019 Году Недолго Осталось ждать Так Население 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 В 2017 В 2017 Году Составляло 25 047 Человек История Город Основан В 1709 Году Петром I Как военная верфь Перенесена Из Воронежа И русская крепость Крепость Строилась Шведами Плененными Под Полтавой До 1711 Года Население Осирет Осирет Крепость Была Переименована В Новопавловскую Указом царя После Неудачного Прутского Похода В память О Уступленной Туркам Крепости Святого Павла На Азовском море В том же году Крепость Получила статус Города И стала Называться Павловском На Павловской верфи Строились военные Корабли Зарождался Российский флот Были Построены Пушечные И литийные Заводы Открытые Канатная И шерстяная Фабрики Город В то время Именовался Малым Санкт-Петербургом В 1779 Году Павловск Получил Статус Уездного Города В 1781 Году Был утвержден Герб Города Серебряный щит Со соображением Святого апостола Павла В 18-19 веках Город постепенно Утрачивает свое Былое значение Однако Оставаясь одним Из самых благоустроенных Городов Воронежской Губернии В конце 18 века Город был Практически Уничтожен Четырьмя Большими Пожарами После пожара Уцелели Несколько Камерных Зданий И деревья Посаженные Еще Петром Первым В 1861 году В городе Проживало 5000 человек Достопримечательности В Павловске Находится 43 памятника Архитектуры Из них 7 федерального Значения А также Городище Павловское Находится В двух километрах От города Павловска Золото Ордынское название Населенного пункта Неизвестно Раскопки Не проводились Памятник Занимает Около 15 гектар В Павловске Находится Крупнейший В Европе Комбинат По добыче и переработке Гранита Павловск Гранит Ныне Реорганизован Два предприятия ОАО Павловск Пром Взрыв И ОАО Павловск Неруд Пищевая промышленность Госкорпорация Апротек Производство Растительных Масел Выращивание Сельскохозяйственных Культур Производство Кормов Для животных Хлебозавод Асфальтовые Заводы Павловск Асфальтобетон И Вэлл Строй Ребята Такие названия Придумывайте Язык Сломать можно Так Судоремонтный Завод Работает Судоремонтный Завод Работает И построил Корабль Петровских времен Который ходит По Воронежскому Водохранилищу В городе Имеется IT Инфраструктура Филиал Провайдер Информсвязь И Другие Не по-русски Написано В городе Действует Павловский Педагогический Колледж Основанный В 1920 году И Павловский Сельскохозяйственный Техникум Основанный В 1944 году Музей Вернее Культуры Музей Павловский Районно-Краеведческий музей Располагается В доме Купца Одинцова Кинотеатр Родник Дом культуры Религия В городе В настоящее время Действует Два православных Храма Павловского Благочинья Сашанские Епархии Воронежской Парисоглебской Метрополии Блин Так Казанский Храм и Покровский Храм Также планируется восстановить Преображенский Собор Определенный В советское время Под районный Дом культуры Известные Уроженцы Павловска Замятин Сергей Николаевич Советский Археолог Специалист По Первобытной Археологии Ну вот так вот Коротко Собрал я Что Что Можно Было Такое Донести Более подробно Внимательно Ищите в интернете Буду Наверное Немного Опережать События Чуть Заранее Говорить Рассказывать Ну вот Теперь Более 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 Менее Крупный Населенный Пункт По Трассе После Павловска Это Это Верхний Мамон Верхний Мамон Мамон Это село Административный центр Одноименного района И Верхнемамонского Сельского Поселения Воронежской области Российской Федерации Первые упоминания Начинаются В 1634 году В 1634 году Белозатонский Юрт Теперь Село Верхний И Нижний Мамон Получил Наоброк Воронежский Алексеево Акатов Монастырь В 1653 И 1658 Годах Упоминание Речки Мамонки Конец Восемнадцатого Века Верхний и Нижний Мамон Два Однодворечных Села Лежащие между собой Ирштах В семи Верхний На реке Дон На реке Дону А Нижний При устье Речки Того же имени Падающий В реку Дон Селы сие Знатны По хорошему В них Хлебородство По хорошему По хорошему В них Хлебородство Ну это вот Старый Язык Поэтому очень тяжело Читать И Схотоводство Бывают В них Летом Не худые Ярмарки В каждом Из всех Сел Находится По одной Церкви При коих В Верхнем Мамоне По ведомости На 1798 Год Значится Приходских Мужеска 1368 И Женска 1401 Душ Ну вот По крайней мере Так вот Старо На старом языке Написано В Нижнем же Мамоне Мужеска 842 Женска 825 Это из описи Павловского Уезда В годы Великой Отечественной войны 41 45 Многие Уроженцы Села ушли На фронт Героевки Сражались Немецко-фашистскими Захватчиками Их было Около 3000 Большинство Верхнемамонцев Участников В той войне Домой Не вернулись Погибли в боях Или пропали Без вести Точное число Павших за Родину Неизвестно Имена Выясняются Списки регулярно Пополняются На сегодня Выявлено Более 980 имен Бойцов Родившихся В селе Верхнемамон И погибших В боях И погибших На полях сражения Той же войны Верхнемамон Вошел в историю Великой Отечественной войны Как место Боевой славы Воинов Красной Армии Именно вблизи Верхнего Мамона Советские войска Перешли В наступление Утром 16 декабря 42 года И уже К концу дня Наши войска Продвинулись На 25 км Вглубь Оккупированной Территории Террии Так Воронежской Воронежской Области Террии Верхнемамон Верхнемамон Сельского Поселения Мамон Он известен Своим Лицеем В учреждении Организовано Углубленное И профильное Обучение По следующим Направлениям Физико-математическое Естественно Научное Гуманитарное И так Гуманитарное Лицеем Является Структурным Подразделением ВГУ Воронежский Государственный Университет На базе школы Ведется Довозовская Подготовка Учащихся Открыт Филиал ВГУ Для получения Среднепрофессионального Образования По специальности Финансы И кредит Работает Научное Общество Учащихся Эврика Известные Уроженцы Варбашинова Михаил Никонорович Майор Авиация РККА Участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Быковский Михаил Иванович Капитан Пехоты РККА Участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Воронцова Мария Константиновна Депутат Верховного Совета СССР Герой Социалистического Труда Харлан Иван Иванович Старший Сержант РККА Командир Взвода Пехоты Участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Более подробно Но Вы знаете Можно будет прочесть На сайте Википедии Под названием Верхний Мамон Верховного Верховного Герой Советского Союза Участник все населенные пункты озвучить невозможно их очень много на каждый пункт нужно уделять очень много времени кстати информации не очень много в интернете к сожалению слева и справа по ходу движение ничего к сожалению не вижу про верхний мамон я уже прочитал так впереди река под названием под названием дон извилистые русла трудно сориентироваться да да немножко с комментариями я поторопился ну ладно разметка дороги удовлетворительная есть обочина есть обочина вот насколько хватает карты и слева и справа что-то одни поля что-то я не вижу но не вижу но не вижу но не вижу нижний коробот сейчас попробую сейчас попробую найти что это такое нижний коробот коробот да вот эта музыка конечно она достает она достает так нижний коробот сейчас прочитаем что это такое так нижний коробот и нам интернет говорит что это село нижний коробот википедия но это далеко справа нижний коробот село в Росошанском районе Воронежской области входит в состав Олейникова Олейниковского сельского поселения название дано в 18 веке предположительно в честь полковника сотника Герасима коробота так здесь улицы Донская Зеленая Нагорная Центральная Школьная Переулок Дачный и Переулок Тихий так история первое поселение в этих краях датируется с середины третьего тысячелетия до нашей эры Бронзовый век именно к этому периоду относятся городище у села Нижний коробот в трех километрах южные села сохранились остатки каменной крепости Хазарского периода сохранились западины на место землянок и три рва отделяющие когда-то городище от поля на землях Воронежской области известны три крепости периода Хазарского Каганата Маяцкое городище Айшанское городище и городище села Нижний Коробот Хутор Коробот основан около 1760 года людьми вышедшими из малороссийской вольности из разных мест Время возникновения хутора определяется по тексту прошения от жителей о разрушении постройки о разрешении постройки храма Воронежскому епископату 1780 год из текста письма выдержка значит поселились мы назад тому лет с 20 вот такая вот старославянская наверное речь прошения были перечислены фамилии первопоселенцев которые сейчас распространены в Рассашанском районе это Сидоренко Украинский Матюшенко Бондаренко Каткаченко Мищенко Засименко и другие в то время здесь было 99 дворов и 566 жителей Нижним село стало называться позднее после появления одноименного населенного пункта на 50 километров выше по реку по берегу реки Дона 1781 1785 года в селе построена и освящена каменная Архангельская церковь после чего хутор стал именоваться Слободой в 1859 году в Слободе было 131 двор и 835 жителей действовал винокуренный завод в конце 19 века приход Архангельской церкви насчитывал 1800 человек в 1900 году в селе насчитывалось 645 дворов и проживало 2313 человек действовали земская и приходская школы 3 лавки 10 витринных мельниц сейчас в нижнем коробуте расположен центр усадьбы СТО Дон ведущий хозяйство на 4073 гектарах сельхозы годий из которых под пашню под пашней находится 2734 гектара в селе имеется клуб школа библиотека с книжным фондом в 9658 томов население по переписи 2010 года 409 человек известные жители будаков Виктор Викторович родился в 1940 году писатель вот такая информация в Википедии нижний коробут с левой стороны по ходу движения далеко на берегу расположено село Журавка Википедия говорит русская Журавка село Воронежской области России административный центр русско-журавского сельского поселения высота над уровнем моря 181 метр село расположено на севере Верхнемамунского района в 27 километрах от райцентра села Верхний Мамун улицы 50-е Победы 9 января Большая Садовая Восточная Горького Красноармейская Лесная Советская Февральская Центральная Чапаева население в 2018 году составило 1423 человека история русская журавка образована во второй половине 18 века крестьянами однодворцами первоначально вплоть до середины 19 века именовалась Журавки поскольку на левом берегу Дона ибелось село Журавки с черкасским населением за поселением Журавки закрепилась топоним русская журавка в феврале 18 года в русской журавке был образован революционный комитет а затем волосной совет председателем был избран Иван Фролович Кошелев в марте 19 года в селе была создана партийная ячейка а в марте 20 года комсомольская в 25 году создано товарищество по совместной обработке земли в 29 году образованы колхозы звезда и пролетарий в 32 году оба колхоза объединились в колхоз страна совета под председательством Пелагеи Павловной Ворожбитовой колхоз посуществовал до середины 90-х годов 20 века по переписи населения 2000 года в себе проживало 2152 человека и имелось 988 подворий по переписи 2010 года 1964 и 995 подворий в селе действует храм святомученика Дмитрия Солунского Дмитриевская церковь построена и освящена в 1861 году Погородицкая церковь до 1900 до 1900 года обе церкви разрушены в 30-е годы из их кирпичей строились магазины мастерская МТС мастерская МТС с 1995 года в русской журавке возобновлена церковная служба в доме улицы центральной 90 который был переделан и освящен как храм святого Дмитрия Солунского сейчас в храме регулярно совершаются богослужения так образования в системе системы образования русско-журавского сельсовета входит МОУ СОЖ с количеством проектных вообще образовательных не знаю как перевести МОУ 240 и фактической загрузкой 135 учащихся построенной в 1973 году детский сад номер 5 с количеством проектных мест 10 и фактической загрузкой 35 детей построенной в 1985 году вот такая информация о русской журавке так прямо по ходу движения с левой стороны Филонова населенный пункт Филонова Википедия говорит что это село в Агучарском районе Воронежской области административный центр Филоновского сельского поселения село расположено в 18 километрах от города Вагучара про город я Вагучара в следующей серии наверное начну рассказывать а вот сейчас про Филонова значит улицы Вишневая Молодежная Солнечная Степная Чапаева Шоссейная Березовая Дорожная Лесной это переулки и Школьной численность составляет 596 человек по данным 2010 в 1840 Известно что с 1740 года так что-то тут какая-то несуразица в 1847 году в селе построена каменная церковь в 1848 не очень аккуратно иногда отражается информация в википедии да ладно послушаем что говорят в салоне метры простудился Когда появляются какие-то музыкальные композиции. На дороге можете наблюдать. Условия движения по трассе М4 хорошо всем известны. Заканчивается 4 серия. Дальше, наверное, послушайте музыкальные композиции. Потому что то, что вижу на карте, все рассказать невозможно. А что-то вырывать отдельно не хотелось бы. Вот еще про один населенный пункт прочитаю. На этом, наверное, серия закончится. Дерезовка. Село Воронежской области России. Административный центр Дерезовского сельского поселения. Улицы Белокрылова, Донская, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, Прокатова, Пролетарская, Сергеева. Улица Советская, Центральная, Шолохова, Южная, Мичурино, Московский переулок, переулок Садовый и чуть ранее был переулок Мичурино. Численность населения в 2010 году 825 человек. История. Дерезовка возникла в 40-е годы 18 века. В 1900 году в селе проживало 2911 человек и имелось 418 дворов. В марте 18 года был образован Совет крестьянских депутатов. 10 августа 1918 года село было захвачено белоказаками генерала Краснова. В декабре 1918 года жители устроили восстание и вернули власть сельскому совету. В июне 1919 года село заняли казаки генерала Деникина. Освобождено в декабре 1919 года. Зимой 1920 года Дерезовка занята мятежниками атамана Краснова. Село разграблено. 1 августа 1921 года в Дерезовске создана комсомольская ячейка. В 1929 году в селе проходит коллективизация. В колхоз путь бедняка объединились 300 хозяйств. После неоднократной реорганизации с 1959 года колхоз именовался «Заря коммунизма». К началу 80-х годов XX века село полностью перестроено и переоснащено. В 2000 году в Дерезовке проживало 1240 человек и имелось 746 дворов. В селе есть церковь Покрова Богородицы, перестроенное из здания бывшей школы, где в 2012 году совершается постоянное богослужение. Ну правильно, церкви строим, школы разрушаем. Так, вот на этом я закончу, наверное. Если там будет место, сейчас посмотрю, то послушайте музыкальные композиции. До следующей серии. «Заря коммунизма» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok